здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа с большой буквы мы продолжаем выпуск студии по прежнему я ведущий александр курарье а на связи с нашей студии израильский политолог дипломат экспосов израиля в россии и украине цви маген цви и снова здравствуйте здравствуйте снова мы уже в этой студии неоднократно последнее время говорили о том что в связи с событиями в украине отношения между израилем россии ухудшаются то есть они приобретают более натянутый скажем так характер и как бы совершенно непонятно с одной стороны почему это происходит потому что израиль в общем-то остался ну одной из последних западных стран которые продолжают поддерживать с россией отношения не присоединились к санкциям поддерживают воздушное сообщение так далее так далее но россия потихонечку повышает градус противостояния вот последние значит атака израиль приписываемая израилю на иранские объекты в сирии когда были уничтожен склады и атака была нанесена по военным по аэродрому в дамаске повреждена взлетно-посадочная полоса было резкое выступление спикера министерства иностранных дел захаровой которая заявила что это беспрецедентное нарушение международного права там и так далее так далее так далее ну из уст захаровой это вообще вдвойне смешно как бы но тем не менее и после этого посол израиля был вызван в министерстве иностранных дел россии где ему было сказано что россия не удовлетворена объяснениями которые представил израиль о необходимо так сказать о необходимости которая вызвала атаку на аэродром в сирии на аэропорт сирии и так а градус повышен уже вот до вызова посла что происходит на ваш взгляд ну это уже знакомый сценарий не впервой россия действительно достаточно многое бы сказал даже раз критиковала израиль оказывала давление скажем читал аннотации и и же с ними виду тех или иных израильских действий или якобы действий и если это происходит то это наверно кому-то нужно давайте попытаться разобраться что здесь произошло на сей раз и обобщить всю эту картину на сей раз так было скажем был нанесен удар по каким-то там объектам которые россию не удовлетворили объяснения тоже не удовлетворили что россия хочет показать как минимум что она в той или номере поддерживает связь осмелюсь осмелюсь так сказать вас прервать и я так сказать очевидно что военные российской федерации прекрасно знают что находилось на этих объектах разумеется то есть это все игра как бы на публику то есть они прекрасно знали что там есть прекрасно знали что было уничтожено начиная с минимальных высот я говорю как минимум это направлено на скажем общественное или политическое мнение региональных партнеров в частности в сирии в иране еще и в других местах показывает что россия защищает интересы государства и тоже в этих государствах это с этим связывается в какой-то стала мешать это одно но если не только это то получается что россия здесь в той или иной мере пытается ну как бы я сказал раскрутить какой-то кризис израиля непонятно еще понять в каком направлении но тоже тоже не впервой и каждый раз заново поднимается вопрос о том или ином плохом поведении израиля требующим технических пересмотров тех иных вопросов хотя параллельно все эти годы и конечно последнее время тоже существует координация существует сотрудничество и совсем не на плохом уровне и параллельно идут вот эти разборки вы имеете ввиду сотрудничество военное которым мы неоднократно говорили но я смеюсь еще раз повторить о чем идет речь значит между штабом военно-космических сил россии которые находятся в сирии и что штабом израильской армии существует телефонная связь как которая позволяет предупреждать о взлетах как израильских самолетах так и российских и о всех мероприятиях которые происходят таким образом так сказать о той атаке которая была произведена на аэропорт в сирии российская сторона была предупреждена потому что без этого предупреждения израильские самолеты в том направлении не взлетают и точно также российские самолеты это позволяет избежать определенных инцидентов. Да, пожалуйста. Это гораздо шире. Это не просто, скажем, то, что называется горячая линия между ВВС и двух стран, а это сотрудничество между двумя государствами. Это на уровне государственных, скажем, на высшем государственном уровне, с двух сторон идет, скажем, договоренности и сотрудничество по этим вопросам. Так что это не местная, не частная инициатива. Это следует понять. И в этом вопросе было или не было предупреждена российская страна, вопрос не стоит. Вопрос стоит, почему вдруг решили использовать якобы нежданно-негаданно на сей раз это мероприятие для того, чтобы осудить публично всемирно Израиль в тех, кто имеет негативных действиях. И это имеется в виду, ему сказали, как минимум это может быть направлено, скажем, для повышения статуса или тонуса в отношениях с Сирией и другими арабскими партнерами. Выше, то это уже вопрос раскручения какого-то там, не знаю, конфликта непосредственно с Израилем, потому что если это происходит в тех рамках, которые мы как раз сейчас объяснили, то это означает, что тут кто-то этим чем-то недоволен и попытается не в первый раз испортить эту игру. Вопрос, кто это делает, это отдельно настоящий вопрос. Непонятно, это решение высшего руководства, это не решение местного, скажем, отдельно взятого. Ну понятно, раз МИД выступает, но вопрос, это решение МИДа, инициатива МИДа, или это идет из Кремля, а если из Кремля, то от какой башни? Это не решение госпожи Марии Захаровой, это решение как минимум вышестоящего органа над ней, это как минимум министр иностранных дел, но он тоже не сам по себе, поэтому вопрос, что здесь происходит. Тут разборки руководства России, потому что в конце концов уже спустят это на тормозах. Россия не имеет намерения, невозможности конфликтовать сейчас с Израилем, это последнее, что ей сейчас-то нужно, но она имеет интерес как-то раскрутить это дело, и поднять это на обозреваемый уровень международных отношений. В этом контексте тут не все до конца понятно. Имеется в виду именно конфликт с Израилем, между Россией и Израилем, но не это, вероятно, всего. Тогда что? А что это означает, что, вероятно, всего кто-то хочет поджечь, скажем, какой-то здесь или конфликт, или кризис, раскрутить здесь тот или иной местный пожар, который привлечет внимание, и отвлечет его от других мест, где происходят те разборки. То есть от Украины? Да, в Европе, например. И это не исключено, что это и есть определенный интерес, который в последнее время характеризирует, скажем, поведение России. Иначе я не знаю, как объяснить, что за эти месяцы войны уже несколько раз поднимались эти вопросы, были разборки, были телены высказывания. Вне зависимости от израильского поведения, например, были контакты с Хамасом, были контакты с палестинской автономией, включая визит хамасовцев в Москву, были облеты израильской границы с российскими ВКС. Так что все это, если увязать, получается, что кто-то здесь что-то разберет. Ищут какие-то разборки, и не до конца знают, как-то реализовать, или знают, но им не дают, непонятно. Но это можно объяснить по-разному. На данном этапе, по-моему, у нас нет однозначного объяснения, но ясно, что здесь не все спокойно, не все зависит от плохого поведения Израиля. У России есть какие-то намерения, которые, наверное, следуют учесть. Так, Абсадович, плохого поведения Израиля. Израиль, наоборот, израильское правительство сейчас подвергается очень большой критике, как внутри страны, так и с запада, за то, что не заняло четкой позиции по Украине. Израиль не поставляет оружие в Украину. Израиль, максимум, значит, были медикаменты, гуманитарная помощь, и единственный был случай поставки касок и бронежилетов, причем для служб спасения. То есть никакого оружия Израиль не поставляет, хотя Украина настойчиво просит и даже требует, и американцы тоже давят. Израиль держится. Россия пытается такими действиями подтолкнуть Израиль к тому, чтобы он начал поставлять оружие в Украину? Нет, наоборот. Я бы сказал, что эти, скажем, давления на Израиль для того, чтобы Израиль не менял свои позиции по отношению к Украине, можно так это представить, хотя доказательств нет на данном этапе, но как бы то ни было, по-моему, это один из составных этого комплекса интересов России. Следует еще добавить, что Израиль действительно мог бы и не поставлять разные виды вооружений, которые очень нужны были бы Украине, если бы это происходило. Россияне прекрасно об этом осведомлены. И они желали бы, чтобы этого не произошло, но тут вопрос более сложной игры. И в этом контексте Израиль не занимает антироссийской позиции, не просто поставляя и не поставляя те или иные виды вооружения Украине, а в том, что они занимают антироссийской позиции все эти месяцы. Они участвуют ни в одном из блоков, не участвуют в разных санкциях, не участвуют в той или иной критике, готовы дать ту или иную моральную или, скажем, гуманитарную поддержку или помощь Украине, и не более этого. Поэтому ввиду всего этого... А веосообщение между Тель-Авивом и Москвой существует до сих пор, в отличие от практически всей Европы и Соединенных Штатов. Да, да, да. Поэтому это странное поведение России в этом контексте. Это не просто... Такое ощущение, что они хотят окончательно разругаться со всеми уже. Они есть, которые в Москве, вероятно всего, хотели бы разругаться, но, во всяком случае, зазнать видимость этого разругательства, если можно так это разводить. Не все с этим согласны, не все это поощряют, поэтому я понимаю, что есть какая-то позитивная позитивная отношение России с Израилем, и эта позитивная существует в тех или иных башнях Кремля, но пока знать не дано, но я бы не исключил от этой возможности тоже. Как вы считаете, главная башня, в которой сидит, значит, непосредственно президент, ну, я условно говорю, конечно, сидит, значит, главная башня замешана в этом или это все идет вокруг нее? Это не может игнорировать его, потому что, в конце концов... То есть разруливать приходится ему. Мы же помним историю с самолетом, да? Какая была истерика, выступал Коношенков, выступал Министерство обороны, выступал Министерство иностранных дел, это все это, ну, там, то, что творилось на этих шоу, на федеральных каналах, это просто страшно вспоминать. Потом выступил Путин, и как бы все сразу же сошло на нет, все забыли про этот самолет. Да, вопрос неясен и сейчас тоже, потому что однозначно Путин принимает решения, в основном, позитивные, позитивного толка, в поддержку Израиля, якобы, и так далее. Но, с другой стороны, непонятно, что-то было до этого, это был розыгрыш, и ему это импонирует, или это давление на него. То есть, это специально была запущена эта кампания для того, чтобы пришел добрый дядя и всех помирил. Ну да, но это все же тоже непонятно до конца, это имеет какую-то, скажем, имеет свою цену, и не всегда позитивную. Поэтому тут непонятно, что происходит, но происходит это однозначно. Ваш прогноз, ситуация будет обостряться, или она пойдет так же, как вот мы уже упоминали несколько инцидентов, то есть, через какое-то время все сойдет на нет. То есть, чего добиваются? Все сойдет. Они никуда не денутся, все вернутся на круги свои. У России просто нет этой возможности позволить себе эту роскошь, конфликтовать с Израилем, и это никуда ни к чему не приведет. Но да, нужно использовать этот момент для того, чтобы показать, что и как, мы это уже обсуждали, но ничего оперативного из этого не произойдет. То есть, обострения не будет? Понятно, что если сейчас Израиль, скажем, обидится и изменит свое отношение к вопросу по Украине, к вопросу общей отношения с Россией, то Россия от этого хорошего, чего хорошего не будет. Поэтому зачем мне это делать? Но тут я описал уже интересы от нас независящих. Цви, а слышали ли вы, были сообщения в израильских средствах массовой информации о том, что якобы Россия дала Ирану сейчас зеленый свет на действия в Сирии, и Израиль, в свою очередь, по, так сказать, своим секретным каналам передал месседж, послание Асаду, что если, значит, Асад не прекратит эту деятельность, то будет нанесен удар по его дворцу. Не могу подтвердить и не могу отрицать, я не знаю, было ли такое заявление со стороны Израиля. Мне оно кажется как минимум странным, тем более речь идет о таких нюансах, как президентский дворец этого. По-моему, это нереально. Но да, есть давление. Об этом сообщали израильские средства массовой информации. Сдерживание происходит, и Асад предупрежден, он прекрасно знает, от того, чего он зависит, и он ведет себя достаточно аккуратно, осторожно, в меру своих ограниченных возможностей, в конце концов. В конце концов, конфликтовать с Израилем, это действительно военная держава у него на границе, которая может испортить ему всю эту, скажем, эту музыку, и поэтому он должен вести себя осторожностью. Но с другой стороны, тут на него есть давление со всех сторон, и Турция, и Русия, мы уже помянули, и Иран, в частности, который пытается овладеть, скажем, контролем над всем, что происходит в Сирии, в частности, непосредственно над Асадом и в его окружении. Поэтому не исключено, что там есть попытки сдерживания именно этого давления, и это чем у конец. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Цвим Агеном, израильским дипломатом, политологом, экс-послом Израиля в России, в Украине, офицером военной разведки в отставке. Наша программа подошла к концу. Вел программу Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова